Планета Дзюдо Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо Как я и обещал, большое интервью героям нашего репортажа Хусейн Оскан Я нахожусь в городе Коджили, так это недалеко от Истамбула, Турция Спасибо, Хусейн, что ты пригласил меня, чтобы я приехал именно во время чемпионата Турции Который сегодня проводится в твоем городе, где ты живешь, где ты продолжаешь передавать знания от дзюдо Но я бы хотел поговорить с тобой на разные темы И начать, наверное, с того, что для многих сегодняшних молодых дзюдоистов Ну, может быть, не совсем известна твоя история дзюдо Вот, как бы, поколения 90-х и 2000-х, они еще могли наблюдать тебя на татами А молодое поколение, они могут упустить момент, как ты пришел к дзюдо Откуда ты родом, как ты оказался в Турции, ну и так далее Ну и давай начнем с того момента, что в каком возрасте ты пришел к дзюдо, где это произошло и вообще почему дзюдо Я родился в Чеченской республике, в городе Аргуня Десять лет, как получилось, что все те, которые у нас рядом, родственники, друзья, все на улице, все основном занимались дзюдо Я тоже попросил, давайте спросить у тренера, возьмут ли меня ученики, чтобы я зал поговорить Тренер сказал, пускай придет Аюба Ибрагимов, тренер, он сказал, чтобы я приехал Ну и так вот началась моя спортивная карьера, ну вначале я как для общего спорта, общее развитие, так занимался, начал Потом полюбил дзюдо, по чуть-чуть начал на СНО ездить, ну с детства вот так, потихоньку Вначале, когда я начинал, я, конечно, не думал, что Европа, Мир, Олимпиада, про это вообще даже не знал, что это такое Потом уже потихоньку научился этому силу И вот так, потихоньку, там, Республика, потом это было в Прессоюзе, мне 10 лет было в то время Это, получается, было в 82-м году? Это я в 82-м году, да, в 82-м году я начал, и потихоньку я начал Тогда уже, ну, Прессоюзе были отборочные, там, сперва город, потом Республика, потом там, зона России, юг России, ну там, вот так Общая Россия, вот ССП, Союз, вот так Ты вот сказал, что Ты даже не думал о том, что там дзюдо тебе так понравится, и вдруг тебе оно понравилось Вот, что именно тебе понравилось дзюдо, когда ты вдруг решил, что, о, ну, может быть, я буду не просто так заниматься Ну, мне понравилось дзюдо так, как старшее поколение, ну, когда мы там в зал заходили, я тогда еще начал первые тренировки, ходили У нас утром было, мелкие, маленькие, утром тренировка была, и вечером взрослого, в основном, шести до восемь взрослого было И я помню, что в то время, там еще непобедимо фильм был, кинотеатр у нас на ДК, а сзади звездов зал был там, кинотеатр И мы, пацаны, вместе в кинотеатр пошли на вечерний сеанс, там, после школы уже ночью получалось И нас, мы маленькие были, не запустили туда, сказали, ну, типа мелкие не запустили И с друзьями, давайте в зал пойдем посмотрим, как там старшие тренируются Зашли, там техничные спортсмены, броски, вот техника, все так понравилось уже Решили, давайте серьезно заниматься, вот так начали И потом еще там, на республику пошли соревнования, посмотрели место, там, аргунского масштаба, республиканского Потом, потихоньку, вот так пошло, и понравилось, как борются, как броски, техника, как выигрывают, как чемпионами становятся Первая медаль тоже сильно запомнилась там Ну, в первом чемпионате города даже нашел, я третьим встал, там по самбу были, вторые соревнования, первые были Вот эта первая медаль тоже сильно запоминается Вот так пошла И с тех ребят, которые вместе с тобой начали заниматься дзюдо, кто-то продолжил с тобой долгое время, до какого-то уровня, ну, высокого дошел? Ну, аргунас со мной, которые продолжали, многие, ну, ушли, лет 19-20, институт Ну, все, работаю, просто оставлю А так, общее по республике, многие даже, да, со мной сюда приехали наши друзья, ну, здесь, помню, вместе занимались наши друзья Сюда приехали, здесь даже на Европу, на мир, везде результат показывали Так мы остались на основном Ты пришел заниматься в 10 лет, я знаю, что ты двукратный победитель первенства СССР по дзюдо Немножечко, может быть, расскажешь ты, в каком возрасте у тебя первая медаль первенства СССР появилась, и как ты вообще, то есть, дало ли тебе еще больше стимул? Нет, первая, да, первая медаль, конечно, соответственно, у меня по самбу была В то время юношки игры были в Тбилиси, по самбу я там вторым стал И после этого так с друзьями разговаривали, то все, да, говорят, это не олимпийский вид самбу Я тогда решил, ну, если не олимпийский вид, так, смысл какой, ну, что, может, я только дзюдо начну, ну, там более, такое направление дзюдо лучше По-серьезной, там, ну, заниматься, там, цель ставить, там, Союз, Европа, ну, большие соревнования, вот, на Олимпиаду, чтобы цель была И потом уже следующий чемпионат я тогда, ну, легким весом был, я помню, 56 килограмм тогда было Союз был, я первый раз когда выиграл 56 килограмм И меня на сборы подсоединили туда, на сборы вызвали, все, подготовка, ну, сказали, на Европе не будешь бороться Я говорю, почему, там 56 весовой категории нету И потом я сказал, ладно, что делать, и я говорю, следующий год уже, опять же, на Союз Я говорю, я 60 килограмм буду бороться, тренер, говорю, и тренер, ну, чуть еще не доволен был, ты маленький, туда-сюда, там такие здоровые, сильные, то, все Я говорю, если я даже 10 раз выиграю 56 килограмм, смысл какой, если я Европа, мир никуда не поеду, смысла нету, говорю, да, тебе лучше 60, ну, хорошо ты, да Договорились, и я в 61 начал, и следующий год сразу я 60 килограмм выиграл И после этого я только поехал на Европу, поехал, ну, это по молодежи союзу Да, да И по молодежи на Европу поехал, там выиграл, и вот так пошло, и это был как раз 91 год, 90-91 год я два раза в Союз выиграл И 92 году, по-моему, было, ну, после чемпиона Европы, уже следующий год, я уже, как СНГ проходило в то время, я там на СНГ третьем стал уже И следующий уже чемпионат России был у нас взрослым уже, я подзрослым боролся, первый чемпионат России был уже после развала Союза И первый чемпионат России, да, и первый московский турнир, когда я выиграл, первый в России, и первый московский турнир в то время был И за Россию я поехал на Европу Так, ну, к этому мы сейчас вернемся, да, немножко опять в молодые годы хочется затронуть твоих, потому что кто кроме тебя сможет открыто и честно рассказать историю твоих молодых лет Вообще, тренер, какое влияние он оказывал на тебя, да, когда ты приходил в клуб, акцентировал ли он внимание в тренировочной деятельности, что, ребят, вы должны заниматься, чтобы выигрывать соревнования, как-то вот, или как-то по-другому все это строилось? Нет, конечно, я полностью, ну, все, что тренер говорил, я все улавливал, один раз я все сказал, мне не нужно было говорить второй раз, третий раз, повторять, но некоторые ребята были такие, сто раз он объяснял, кричал, что только не делал, но все равно они не запоминали это Мне один раз сказал, и мне уже хватало Он примерно сказал, 10 раз делать, я 10 раз делал, там, еще больше даже делал, ну, вот, полностью я, короче, настроился и пахал Ну, все, что он говорил, я улавливал, делал все, что он как говорит, полностью я старался делать все так, как он говорит А некоторые, вот, я даже удивлялся, как они один раз сказали, или показали, или это, или запоминают, или не делают, там, я удивлялся, ну, видать, у детей, у людей характер разный, из-за этого случилось А вот, то есть, у тебя была, у самого внутренняя какая-то мотивация делать каждый раз, а не спрашивать, сколько, чего, ты все время хотел выполнять задания, то есть, это как изнутри у тебя шло? Ну, конечно, я хотел выполнять, даже перевыполнять было задачу, но все время быть лучше, быть сильнее, чтобы быть сильнее, результат, чтобы показать, нужно было пахать, больше тренироваться Ну, а ты вообще, как думаешь, ты был талантливым? Я не знаю, наверное, скорее всего, может, талантливым от того, что я тренировался, пахал, все это соединил, и вот от этого, по-моему, получаются большие чемпионы Генетически, по родословной вашей семье, были ли борцы, были ли вот, ну, как-то... Были юдаисты, самбисты, у меня трехкратый дядька тоже, трехкратый ЧПНСР, по самбу, ну, он тоже на Европу, мир никуда не поехал, все занимались Ну, какие результаты, больших не было, вот три раза союзов был, и все, больше такие результаты И потом, после меня уже племянники, они тоже, там, Европа, мир, там, результаты показывали, Абдаме Султанову Когда, вот, ты можешь вспомнить, когда у тебя зародилась такая вот идея, я хочу поехать на Олимпийские игры В каком возрасте? Ну, я думаю, уже, когда я сборную начал попадать, сборную, вот, Союз России, вот эти соревнования, большие соревнования уже видел, смотрел там Сказали, там, этот выиграл Европу, молодежную, там, чемпионат мира, там, молодежную, взрослую Там еще в то время, там, большие, там, большие, там, большие вараи были, ну, да, легендарные, в то время все хотели, ну, равняться на него Быть таким же, как он, там, Европа, мир, олимпиады, медали, там, много спортсменов было, знаменитых в то время, олимпийские чемпионы, которые были при Союзе Хотели стать, как они, как знаменитостями, цель была такая Ну, эта цель была, какая, ну, выиграть или, вот, просто, вот, хотя бы принять участие, как вот, ты вот по себе Нет, конечно, нет, в моем случае, конечно, выиграть было, если просто участие, то это, мне кажется, не стоит того, чтобы просто участвовать, потому что это огромный труд, огромное, там, терпение нужно, вот, огромные нагрузки, это все очень многолетний труд Некоторые думают, в один день поехал, а выиграл, это не так, там, лет 10-15, может, 20 лет надо погать В СССР, конечно, была, ну, очень, наверное, сильная конкуренция, да, 15 республик союзных В каждом весе достаточно, так сказать, была, ну, так назовем в кавычках, жесткая борьба Когда ты уже боролся в новой России, да, все-таки конкуренция тоже была И кого ты можешь вспомнить, ну, с кем было, ну, вот, так вот, не совсем просто выходить на тоталь С кем надо было не только показывать силу, да, физическую, там, технику, но и также включать уже интеллект, там, какой-то, там, обыграть, там, ну, так, не обхитрить, а, ну, именно обыграть Ну, мне, мне запомнилось то, что, как, первый раз, когда я, ну, второй раз, когда в 60-х, когда я выиграл союз по молодежи Там был уже Коля Ожогин, ну, в то время, он уже чемпионом мира был, там, не чемпионом Европы, уже знаменитый легендарный А я, как, новичок зашел, молодой, он старше меня, год или два, ну, по-моему, год старше или два, я не помню сейчас точек Ну, короче, старше меня был, и он уже, ну, знаменитый чемпион мира, то, все, как первый номер он шел, а я союз выиграл, но меня, ну, говорили, и после союза меня поставили на три турнира, вот, за границу Я все три турнира выиграл, меня поставили, все много, нет, он молодой, в следующий год поедет, сейчас Коля поедет, там, на Европу туда-сюда, Ожогин, короче Ну, он тогда и звезда был, и он сильно пугал тоже, парень Торин, очень такой, турьяга был И последнее, короче, ну, обговорили, то, все, мой тренер тоже там наставил, давайте прикидки, там, туда-сюда пускай, то лучше выиграть Я союз выиграл, три турнира выиграл, а он последний чемпион мира по молодежи, короче И договорились, хорошо, тогда совет тренера с Торинами сборной, они все решили, ладно, давайте сделаем прикидку, кто выиграет, кто поедет Вот, дали прикидку, и на прикидке я выиграл, и вот так я поехал на Европу, и там стал чемпионом Европы И опять же, с этим, с Ожогином, и опять же, с Колей Ожогином, опять же, с подзрослым тоже самое Россию, когда вот подзрослым стали, и опять же, выиграл, он, по-моему, третьим стал Вот так у нас постоянно, мы все время вот так встречались И он очень тоже хороший был в то время, очень знаменитый был И пахал сильно тоже, подрядил Хочется сейчас немножко вернуться и поговорить о технике дзюдо Что тебе больше нравилось, отрабатывать приемы в стойке или в партере? Или комбинировать? Конечно, стойки все равно побольше отрабатывали, но меня заставляли тоже партер работать Я партер тоже вначале не любил, но потом уже полюбил, и партер тоже уже любил, и комбинировал Потом уже начал, обязательно, если ты борешься, партер обязательно нужно было И какой плюс еще был, что я сам был, там партер все время работаю, от этого тоже у меня фундамент был хороший, партер Вот это тоже хорошо помогло мне в дальнейшем дзюдо Твой самый один или несколько коронных приемов, которые у тебя, допустим, с самого детства пошли и ты их продолжал делать? Ну, с самого детства у меня, когда первый раз начал, с колена бросок был, коронный бросок У многих предавного было, и я даже помню, даже по-моему, одно Спина с колен, да? Да, с колен бросок, и после, у меня все долгое время делал, и колено начало болеть После этого я уже, типа, оставил, но не отрабатывал, так, при борьбе так делал, так, отработал, как коронный делал Потихоньку перешел там зацепь, зацепь изнутри, подхват, вот такие броски там Ну, я все броски делал, но основной, как коронки, чуть-чуть другие тоже начал отрабатывать А с колен, чуть-чуть как на второй план или третий план отошел меня Ну, потом уже колено прошли, иногда вот на соревнованиях тоже я делал Девяносто третий год, ты участвуешь на чемпионате Европы и становишься вторым призером, да? Да И после этого ты принимаешь решение переехать Переехать, или это не было твоим решением, или это было какое-то спонтанное решение? Что повлияло к тому, что ты переехал в другую страну? Я еще повлиял еще, даже когда я на молодежную Европу, в 91-м ездил, в то время тоже каждый должен был искать себе спонсоров Поехать на соревнования, короче, бюджета не было, денег не было И вот каждый в то время, по-моему, Умар Мораев спонсировал меня еще Ну, двоих нас, короче, он дал деньги, вот так мы поехали по молодой Европе, в Европу И возрослый тоже, ну, каждый, ситуация такая, развал Союза, вот эта, как сказать Ну, вот эта система, еще там бюджета не было, денег не было, условий не было А уже как бы надо было, во-первых, уже и совсем другой, другой этап подготовки идет, да? Здесь нужны другие средства, другой уровень, другой уровень Да, если там дали пятницу, то другой уровень И в это время, когда мы на Европе были, нас президент Федерации Турции в то время Он пригласил за Турцию, давайте, переезжайте, будете бороться, то, все Вот так мы решили переехать А переехал ты и еще кто переехал? Еще со мной Зелья Магимагадо переехал, висит Асанов Еще пять-шесть пацанов у нас переехала сюда Ты переехал, получается, где-то в начале 94-го, да? В 93-м В 93-м В мае, да В 95-м ты уже за Турцию становишься чемпионом Европы Да, да На клубной тоже, мы в 94-м, по-моему, командной тоже Не клубной, не клубной, а командной была Турция Вот, 95-й год, чемпион Европы, 96-й год, Олимпийские игры в Атлантии Почему ты не поехал? Ну, в 95-м я на Мире тоже боролся И, кстати, в то время Коля Ажогин выиграл, выиграл вот этот мир Японии Как раз он выиграл А я, не знаю, вот, полуфинал был, по-моему, с грузином С Ажогином в финале он боролся Вазакашвили Сильный, по мнению судней, короче, отдали схватку И вот так, короче, я проиграл И первые соревнования были отборочные Типа нужно было или от Европы, или от мира Какой-то медаль здесь, чтобы прямой попасть Или же на турнирах там Нужно было себе место пробить Вот, Олимпиаду раньше от страны попадали А это уже первая Олимпиада была, что каждый должен был Или Европы, или на Рейтинг И вот так я там не прошел На Мире медаль не взял И вот следующий год И уже у меня вес поднялся сильно Из-за этого я не смог сгонять на турниры Уже на турниры, никуда не поехал Вот так я перешел уже в 66 уровня Вот так пропустил Ну, не было, не расстроился то, что не получилось? Ну, расстроился, а что делать? Если столько гонял, гонял, не мог, вес не уходил уже Что делать? Перейти нужно было делать нечего И пахать дальше В 97-й год, да, у тебя получился медаль на чемпионате мира? В 97-м на Европе В 99-м В 99-м в финале ты борешься с французом И вступаешь в французу Да К этому чемпионату мира ты, в принципе, сам был готов? К чемпионату мира, конечно, я был готов И мы до этого тоже несколько раз боролись Хороший соперник был Бростовый Бростовый Ну, постоянно у нас конкуренция была Мы до этого тоже боролись Он выигрывал несколько раз, я выиграл Конкуренция у нас была Кто-то вот перехватит, обыграет И на мере так получилось, что на первой минуте Сразу несколько замечаний Шида, чую вот это дали им Я должен был рисковать Или я Ну, или по замечанию Или я его брошу И он меня вот так Риски Я зашел на боку Зацеп, зацепил Вот так я проиграл Эту схватку Ну, чуть с подачи, может быть, и судей Вот такая напряженность Как у нас А так Постоянно мы боролись На выносливость Он схватку до конца не мог Вытаскивать схватку Через минуты две-три Он уже уставал А я мог до конца И уже дополнительно Можем прессовать Мог его Он не выдерживал натиск Сначала Он сильно был Ну, если бы Не бросить уже Концовку Он не мог уже тянуть Его все время вот так выигрывали Вот в период с 93-го по 99-й год До Олимпиады 2000-го года Тебе приходилось встречаться на международных турнирах С российскими дезидористами? Конечно, много раз встречались Да Конечно, на турнирах На Европе На мире Разные соревнования Постоянно, конечно Как Ну, так сказать Морально это как-то давлело на тебя Или Или ты просто выходил как Спорт есть спорт Нет, конечно Никаких проблем не было Все друзья Тренера, спортсмены Все друг друга знали Все друзья Кто лучше был в этот день Тот и выиграл Что делать Это спорт Все может быть сегодня Я выиграл, завтра другое Потом уже третий Да А вообще Когда-нибудь у тебя Ну, такая вот Так называемая Неспортивная Злость Злоба Была? Ну, не спортивная Ну, не спортивная Не думаю Что бы было Ну, конечно Тренеричь иногда бывает Вот это Нужно контролировать себя Ну, в любом случае При сладке И после сладки И на ковре И за ковром Везде нужно Контролировать себя Сейчас немножко Отвлечемся От поединков Потом вернемся К олимпиаде Говорят, что Иногда бывает Говорят, что Если борец То сломаны уши Ну, я бы не сказал Что бы у тебя Очень сломаны уши Легкие ушибы Это как говорит наш друг Тяш зяням Говорил на команду Он говорил У Терничного борца У него ломаются уши Почему? Не знаю Может, я хорошо разбинул их Не знаю Может, из-за этого Ну, такие Легкие ушибы были Серьезно такого Не было вообще Про уши все понятно Какие-то травмы Или что-то такое Вообще тебя Преследовало После твоей карьеры? Нет, серьезно Ну, кроме, ты сказал Колени там как-то побывали Ну, пальцы, пальцы Легкие были Серьезно Серьезно не было Серьезно После олимпиады В 2003 году В 1 год На тренировке Я вот Связки порвал Серьезные травмы После этого Я уже Можно сказать Оставил Сильно уже Занимался А так Серьезных травм не было Это Почему так Ну, ты знаешь Что зачастую Многие спортсмены Страдают Так сказать Ну, травмами Которые не дают им возможности Вообще Почему? Потому что у тебя Какой-то такой Склад твоего тела Такой был Или ты какие-то особые методы Разминки знал Или ты Мог Грамотно вести Поединок Который не давал тебе Возможности Получать травмы Ну, я Мне кажется Это Самая главная Хорошая Размейка Хорошие растяжки До соревнований После соревнований До тренировки После тренировки Растягиваться Это очень важные Кажется Эластичные Были Мышцы И, конечно Хорошего Сидеться с собой Тоже Очень важно Мне кажется Осыпаться Питание Все Нужно контролировать Если что-то У тебя Нехватка Будет Чем-то В одном Чего-то Оно может Дать тебе Сбой Мне кажется От этого Тоже Зависит Даже На соревнованиях Перед каждой схватке Мы разминались На горе Хорошенько Надо спотеть Чтобы тело теплое У тебя было Разогревшееся А сейчас Я смотрю Никто не понимает Нормально Разминается Ничего не делал Ты Может быть Одна из проблем Многих Кто Получает травмы Это сгонка веса Как вообще у тебя Ты гонял вес? Конечно Я из-за этого Гонки веса На олимпиаду Не поехал У меня уже Оттрашение От гонки было Ну вообще Вот смотри Стандартно Ты сколько Гонял? Я гонял Ты боролся 66 Я вообще не гонял После травмы У меня норма была Я на олимпиаду Когда даже был Там тренировку делал Норма была Чуть-чуть Полкилограмма Не до веса Ну чуть-чуть Собственно себе кушал Не переживал Конечно Нормально себе 60 Я там много гонял В конце я много гонял В начале не так Но в конце я уже 4-5 кг У меня вес поднялся Уже сильно Тогда нагрузка Жира не было Вроде бы Мышцы Такое сухое тело Ну То есть уже в 99-м году В 66 Ты как бы У тебя не было такого Что ты там гонял По 5-6 кг Не, 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 не Я уже Не, я в 66 Перешел У меня вообще гонки не было Уже с 97 году У меня проблем не было вообще с весом До этого было Вот В 96-й год До олимпиады Вот в это время Концов ты становишься вторым на чемпионате мира и ты уже понимаешь что олимпиада это у тебя в кармане в кармане конечно я имею участие я конечно да это уже лицензию тебя есть ты уже знаешь что ты попадаешь на олимпиаду и как ты вообще видел эту олимпиаду до 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 нее что ты понимал что ты можешь быть чемпионом я понимать не понимал я хотел потому что в 99 когда я вторым стал я многое время можем вместе сказать и каждую ночь перед глазами появлялся вот это сладкая которая программа почему я это не сделал почему так не сделал нужно вот так сделал так все время так анализировал почему так получилось и на олимпиаду конечно я ехал я ехал чтобы выиграть я думаю что многие хорошие спортивные все так едут конечно так там как уже в этот день только будет чувствовать кому как повезет я думаю от этого тоже потому что много нескольких человек таких равных бывает вот этот год до олимпиады как проходил твой режим подготовки к олимпийским это были у тебя спарринг партнеры постоянные кто тебе помогал готовится к олимпиаду подводил тебе здесь турции конечно тоже не такие сильные специалисты как у нас были такие по классу конечно ниже здесь и спортсмены тоже не такие хорошие были и в то время вот это тоже вот и совместный сбор их тоже мало было сейчас мы в то время так и на сами бороли сами готовились мы ни разу я понял на сборе не будет сейчас 12-13-15 лет пацаны в году от вы разъехали на сборы ездят куда угодно туда куда хотят туда ездят сборы готовится у нас вот это конечно больше минус для нас сейчас условия были бы совместные сборы там поехали в Японию сюда вот у нас в то время как в Белоруссии по Дольску один раз ездили и два разбора в Белоруссии под eats писать веса размер больше береза chances и мы потомaux пуганты приезжал бронусе и Белоруссии Белоруссии там и Белоруссии избалки были ask this time несколько доставек и несколько часов потом тоже приезжала команды тонкого ранее создавались и последний собор здесь которые и на Я к последней сборной тряду готовился, три спортсмена у меня было, моего веса, которые меня подгитали, больше никого не было. А в тяжах у Зерема многого, у него вообще никого не было. Стольник один был, в тяжах вообще никого не было, стольник один был, он тоже один раз бросал его, а ломался. Там шуты, качка, бег, вот так готовился. А сейчас любые условия, сейчас парик, партнер тебе сколько хочешь, один-два человека можешь взять с собой, я помню, по имеру, куда хочешь поеду. Все условия тебе надо бороться. Я смотрел твою жеребьевку Олимпийских игр, и на самом деле непростая была группа у тебя, на мой взгляд. Все-таки и Георгий Георгиев Болгарин, и Арашмирас Мавилии Иранец был в группе. И в финале опять-таки твой, в кавычках, обидчик чемпионата мира. То есть группа была непростая. Можешь так, ну, вкратце рассказать? Ну, конечно, группа хорошие ребята, в каждом месте хорошие ребята, и у нас тоже конкуренция хорошая. В тот день, как я и сказал, кто лучше будет чувствовать, кто в хорошей форме, тот любой мог выиграть. Ну, такая, равная конкуренция была, конечно, все идут, выиграют, кто на высшем хорошем уровне. В тот день, кто будет чувствовать себя, кто хорошо подойдет к этим соревнованиям, кто не будет переживать, хорошо сможет подвести себя к этим соревнованиям, хорошо настроиться, вот он и может выиграть. Ну, это получается... Ну, я мог, другой, любой мог бы, ну, вот, кому как... Ну, это первая Олимпиада для тебя. Не было ли какого-то такого... Не, я не чувствовал такого переживания, волны, ничего у меня не было. Я, как и на тренировке, как и на соревнования, вот так подошел, не волны, ничего не было. Просто единственное, когда финал вышел, я знал, что в финале мне нужно бросить, если я не брошу, опять что-то там начнутся щитом, и вот эта накрутка, вот эта церемония пройдет, и я не смогу выиграть эту схватку. Мне нужно было бросить, я настроился так, чтобы его бросить. Вот такой настрой был. Если выиграть хочешь, надо бросить. Если оставить это дело для судьи, то варианта нет. Значит, утро до поединков и утро после уже вручения Олимпийской медали, что изменилось тебе? Ну, я думаю, ничего не изменилось. Мне ничего не изменилось. Просто для людей, может, что-то изменилось, для людей, может, о, это Олимпийский чемпион, то все. Каким был, таким остался, мне кажется. Не знаю. Это уже люди скажут, я изменился или нет. Не, ну, говорят, вот это самое выдающееся достижение для всех Олимпийских видов спорта. Это мечта. Это мечта для всех спортсменов, вид спорта, который в Олимпийской программе. И я думаю, что, конечно, возможно, что это как-то меняет человека. Он по-другому смотрит на жизнь, в том числе на себя. Было такое? Вот ты встал утром, там, не знаю, посмотрел в зеркало, и ты сказал себе, Хусейн, кто ты сейчас? Или такого не было? Нет, у меня такого не было. У меня единственное было довольство то, что я поставил цель. Цель, вот, я мог добиться этого результата. Вот этот пик спортсменов. Мечта всех спортсменов, которые хотят выиграть Олимпиаду, вот эта мечта. Я добился его, я доволен. И миллионы занимаются, хотят достичь этого результата, но единицы только могут стать чемпионами. Вот это тебя успокоило то, что ты добился того, что ты хотел. Такое, можно сказать, как наслаждение, там, добился своего. Вот мы говорим о тренерах, о спарринг-партнерах, о тебе, о семьях. Как она повлияла на то, что ты вот смог реализовать себя в олимпийском спорте? Ну, семья, конечно, когда я первый раз начал, даже дома родители, они даже, ну, не одобривали в то время, ну, там, что там ходить туда-сюда. Потом, скорее всего, мой тренер сдал моего отца, он, наверное, сказал и предупредил. Там, ну, когда нужно тренерах, чтобы его отпускали нормально, чтобы уходить, то-сё, там. То время дома там это делать, то делать, всё время работа, то-сё, ну, часто дома постоянно где-то работают, всё. Такая вот жизнь была. И после этого у меня, я ходил на тренерах, я на тренерах, остальные братья, все отец, все работали, а я раз уходил на тренерах. Ну, после тренерах, конечно, приходилось домой и работать, и помогает всё это. Как, ну, семья восприняла, что в их семье олимпийский чемпион? Ну, в начале, конечно, никто серьёзно не принимал, конечно. Спорт далеко продевать, то-сё, даже понятия не было. Ну, у старших родителей, я имею в виду, там, братья, они, сёстры, они, конечно, понимали. Ну, они же тоже видели, слышали, читали по телевизору, там, спорт целили, сонами. Родителям всё равно было, ну, так серьёзнее относились. Потом уже подход, вот, начал результат, то-сё, потом уже по-другому относились. Когда ты стал лепестчемпионом, их, ну, какие-то слова или что? Да, вот, единственное, у нас проблема была. Вот, в 93-м мы уехали в Турцию, в 94-м, в Чечне, вот, началась война. Вот это, эти проблемы, это всё сказывалось в то время, даже телефоны, ничего не было. Там, там, письмо писали, переговоры, что, там, заказывали телефон, как, там, дома, ситуация, как, в родственнике, ну, проблем есть, нет. Вот, всё время, вот, переживание, это тоже психически очень влияло на нас, очень трудно было. И в то же время, вот, второй раз, вторая, короче, вот, компания началась в 99-м году, тоже самое, как раз, перед Олимпиадой. В то время, вот, всё, даже, когда я на Олимпиаде боролся, дома нормально, даже никто не знал. Те, которые в Москве были, видели, вот, они по телефону передали, там, мэри телефон был, туда сказали, они там, кто-то домой поехал, сказали, они даже не знали, не то, что видя, даже не знали, как я, что там, кто-то, по цепочек передали, вот так узнаем, что я чемпионер стал. Вот, такие условия были, такие, ну, это всё, конечно, влияло на психологическое, на это, на всё, ну, что поделать-то, нужно было выживать, бороться, идти до конца, на полпути не останались, вот, такая ситуация была сложная, сейчас-то всё легко, сейчас самолёты, телефоны, поехали. Ты первый олимпийский чемпион, чеченец, вообще, не только под жюдо, а вообще среди всех олимпийских видов спорта, ну, это я прочитал информацию. Нет, среди всех, нет, конечно, мой ассоциатива, первый стал олимпийский, в 96-м году, да, ну, ты, да, то есть, получается, ну, под жюдо, это первый, да, ну, и, по большому счёту, как сама Чечня восприняла, что, так назовём, сын народа чеченского становится олимпийским чемпионом? Ну, конечно, в это тяжёлое время все обрадовались, все были такие, ну, единственное, какая-то капелька хорошего такого настроения, хорошее такое, это было, все говорили, о, ты такое, так настроение поднял, там, ну, когда я домой поехал, все были так, такое время, ты нам все, у всех там дух поднял, настроение поднял, у нас, ну, такая ситуация, обстановка из-за этого все такие радостные были, ну, я думаю, что хотя бы какую-то чуть-чуть, какую-то радость я доставил. Ты после олимпиады из Сиднии, ты вернулся в Турцию и потом поехал сразу домой? Да, потом я приехал домой, навестил дома всех, где-то месяц пробыл там и опять приехал сюда, вот дальше уже что было, работа, всё, вот. На сегодняшний день ты единственный олимпийский чемпион футжидо вообще в Турции? Да. Есть еще, мы с тобой говорили до этого интервью, есть еще призерка Олимпийских игр, женщина в 92-м году, да, была? Да, да, девчонка в 92-м. Да, в 92-м в Барселоне. С чем связано, что на сегодняшний день до тебя и сейчас уже почти 20 лет нету результатов в Турции? Ну, мне кажется, были хорошие перспективы, ребята, мне кажется, вот это все, как я раньше сказал, вот это режим, дисциплина, диета, работа, все нужно, если это все вместе в один кулак не собрать, не получается. Есть одно что-то, даже питание, даже режим спать, работа, вот одно что-то не будет не хватать, я думаю, что не получится ничего, все равно в один кулак собрать нужно. Ну, а как, вот скажи, пожалуйста, как ты смог собрать это все в один кулак? Ну, я, честно сказать, нет, кто-то тебе это научил этому или это как-то вот... Нет, конечно, мне все время тренер говорил дома с пацаном, когда первый раз, значит, оттуда говорю, все время вот так учил он меня. А потом сборной тоже все время вот так говорили, там, не давайте судям возможности, там, варьировать, смотрите, старайтесь только контролировать ситуацию, схватку, как-то вот это все. И у меня все время говорю вот это было, ну, не давать малейшие возможности, чтобы, там, судьям поменять оценку или другую судьбу показать. Бывают такие спорные моменты, я старался все время контролировать вот эту ситуацию, и вот я запоминал все, и вот старался все, как мне говорили, старался все делать вот так, как мне говорили. То есть, иными словами, можно сказать, так, ты был идеальный ученик. То есть, ты впитывал все, что тебе говорили? Да, я впитывал все, что полезно было, и выкинул все, что мне не нужно было. Если оно вредно, если что-то и говорили, я все это оставлял, без разницы, что бы это ни было. Мне сказали там, 10-11 отбой, я ложился, даже и по сегодняшний день вот так режим я соблюдаю. Мог ли кто-то тебя сбить с мутовыми? Нет. Нет, много раз приглашали туда-сюда отдыхать, гулять, то все, я никогда не мог. Я никогда не занимался этим, я говорил, у меня вот цель, цель я должен достичь. И все, у кого есть цель, ему нужно отложить все в сторону, идти только, что ему нужно в этом направлении, в это русло, идти по этой ступеньке. Отложить надо все, а так ты начнешь право, лево, ходить туда-сюда, приглашать. Это отражается в твоей жизни? В день рождения, сладьбы, то все это, конечно, ты уже не настроишься. В твоей повседневной жизни вот сегодня это отражается? Конечно, отражается. У меня жизнь вот так же продолжается. Конечно, я на олимпиаду не готовлюсь, но стараюсь вот этот режим все соблюдать. Диета, спать, все здоровый образ жизни. И стараюсь вот это все объяснять спортсменам, ученикам тоже стараюсь передавать. Ну, многие, конечно, не улавливают, но это уже для... Ну, конечно, по тебе посмотришь, не сказать, что ты совсем, как это я так, расклеился, да? То есть, в принципе, по телосложению, наверное, ну, килограмм может быть около 70, да? Да, 70 килограмм. Ну, примерно такой же мне осталось, вес не поменялся. Как-то ты следишь за этим, то есть, ты какие-то делаешь физические процедуры для тела, поддерживаешь форму? Потому что есть зачастую многие, кто заканчивают спортивную карьеру, они потом, ну, у них, ну, какой-то становится, так называемый, в кавычках, безобразие. Вот что ты применяешь для того, чтобы... Ну, я в первую очередь не так, конечно, как сам готовился, тренируюсь, но опять же, утром, вечером, почти каждый день, две тренировки, иногда одна тренировка, я вот так же, в таком же режиме зал хожу, сам чуть-чуть тренируюсь, показываю, соблюдаю процесс тренировки. Ну, не такие нагрузки, как раньше, как молодой, но легкие тренировки для себя тоже делаю. И стараюсь режим тоже соблюдать, не обедать, там, где этот, не обжару, не как обжора там, не обжираться там, и поздно ночи не кушать, вот это стараюсь, режим соблюдать, и все. Лишнее, оно ничего тебе лучше не будет, там, тренировок только обжираться, обжираться не стоит. Вот это нужно, себя контролировать надо просто. Вот на столе, например, здесь мы сборная тоже с ребятами, примерно, когда я сборная работала, тоже мы кушаем, и пацан у меня, они 73 боролся, и вес гоняет. И я ничего не гоняю, ничего, я как тренер, он кушает два раза больше меня. Я говорю, как ты гоняешь? Ты больше мне два раза кушаешь. Ты не гоняешь, получается, ты обжираешься, говорю. Ты должен меньше меня кушать, если вес гоняешь там, придерживаешься, что-то, а ты больше мне два раза кушаешь. Там на столе что-то лежит, там не так раз сразу. Так нельзя, нужно контролировать себя. Вот это самое главное. Некоторые спортсмены, некоторые, потом 5-10 клаве сгоняют, потом отвращение от спорта, от силы получается, и здоровье, и то есть, вот это все очень влияет. После Олимпиады мысль продолжить тренировки и принять участие в Олимпийских играх 2004 года была? Ну, конечно, была, была, я готовился к работе, но на тренировке, на схватке, опять же, пробил связки, после операции, то все, уже после этого, так, потренировался я опять, но уже серьезно, уже возраст, то все, уже решил, давай лучше тренерская работа. Когда ты принял решение окончательно, что все, на Олимпиаду в Афин и ты не поедешь? Ну, после операции, нет, когда я травмировался, уже ясно было, что я не поеду, потому что в декабре, перед Новым годом я травмировался, потом уже через 6-7 месяцев Олимпиада, а мне уже через 6 месяцев только можно потихоньку начинать тренироваться. Я знал, что я форму не смогу идти после такой травмы. Это нужно было время, минимум год хотя бы нужно было, у меня этого времени не было. Я знал, что Олимпиада уже, это невозможно. Ну, и для здоровья старался себя подвести, опять же, лечение, закачивал, все делал как было, ничего не пропускал. Продолжение следует...